МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Итоги недели» и ее ведущий Эрмия Куренькеев. И в начале коротко о самых главных событиях уходящей недели. В понедельник, 1 февраля Садыр Джапаров провел совещание с руководителями структурных подразделений аппарата президента и определил основные приоритетные направления на ближайшую перспективу. По словам президента, необходимо заострить внимание на двух основных насущных вопросах – искоренении коррупционных проявлений деятельности органов государственной власти и снижении бюрократических и прочих административных процедур. Президент Садыр Джапаров подписал указ, согласно которому Нуркамала Сканова назначена заведующей отделом информационной политики аппарата президента Кыргызской республики. Другим указом Анаркулов Нургазы Сеид Козыевич освобожден от должности заведующего отдела информационной политики аппарата, согласно поданному заявлению. У входа в дом правительства вновь проходил митинг работников торгового центра «Караван». Здесь собралось более 120 человек, которые просят президента Садыра Джапарова защитить свой народ. Как оказалось, фонд по управлению госимуществом прислал торговцам уведомления о выселении. Сформирована специальная межведомственная комиссия по изучению качества угля из Каракечи. По информации госпредприятия Кыргызской Мюр, никто не имеет права без лабораторных исследований сказать, что уголь некачественный. Кроме того, ТЭЦ имеет право вернуть некачественный уголь. Вторник, 2 февраля. Президент Садыр Джапаров на странице в Инстаграм прокомментировал изменения в структуре будущего правительства Кыргызстана и кадровую политику. По его словам, революцию в стране совершили, чтобы улучшить жизнь, усовершенствовать систему госуправления, искоренить воровство из казны, оптимизировать излишние органы. По указу президента на базе Госкомитета по делам обороны и Генерального штаба Вооруженных сил образовывается Министерство обороны. Военное ведомство существовало в период с 1993 по 2015 годы. Однако после военной реформы функции министерства разделили между собой Генштаб и Госкомитет по делам обороны. К июню могут принять Горный кодекс. Вопрос обсуждается уже 10 лет. Эксперты говорят, что необходимо переходить на международные стандарты отчетности, развивать малое горное предпринимательство, решать проблемы с местным населением и устранять противоречия в законах. Экспрезидент Сурумбай Джеймбеков вылетел в Саудовскую Аравию по приглашению короля. Информацию подтвердила пресс-секретарь экспрезидента Тулгана Эстамалиева. По его словам, Джеймбеков вылетел в Мекку для совершения малого хаджа Умры. В среда, 3 февраля, Джорку Кенеш почти единогласно утвердил нового премьер-министра. Им стал Улубек Марипов, бывший глава счетной палаты. Его кандидатуру выдвинула коалиция парламентского большинства. Референдум по принятию новой редакции Конституции и местные выборы обойдутся в казне в 500 миллионов сомов. Основные расходы придутся на заработную плату представителям территориальных избирательных комиссий. Министерством здравоохранения разработал национальный план по развертыванию вакцинации против COVID-19. Иммунизацию планируется провести в три этапа. Согласно рекомендациям научно-технической группы экспертов, определены приоритетные группы населения для профилактики. В Бишкекском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела по незаконному обогащению в отношении экс-вице-премьер-министра Душимбека Дзилалиева. На процессе суд допросил его родственников и дополнительных свидетелей по нескольким эпизодам обвинения. Четверг, 4 февраля. Должность премьер-министра будет упразднена. Об этом на своем телеграм-канале написал президент Кыргызстана Садыр Джапаров. Он сообщил, что также уберут дублирующие министерства. Своим решением премьер-министр Улукбек Марипов освободила должность и главу Наакадского района Орской области Бактыбека Марипова. Отмечается, что решение принято в соответствии с пунктом 7 статьи 89 Конституции Кыргызской Республики в целях исключения конфликта интересов. В Карасуйском районе отравились шестеро учеников третьего класса местного интерната, сообщили в Орской областной клинической детской больнице. По информации врачей, состояние двоих улучшилось. Вчера их выписали. Сейчас четыре подростка находятся в отделении неврологии. Задержан депутат Джорг Кукенешек Уаначбек Джумалиев. Уточняется, что парламентария подозревают в коррупции. Первомайским судом вынесен вердикт о заключении под стражу в СИСОГ КНБ до 4 апреля. Пятница, 5 февраля. Бывший мэр Бишке Калбек Ибраимов стал фигурантом еще одного уголовного отдела. Об этом сообщает генеральная прокуратура. По ее данным, бывший чиновник подозревается в нанесении многомиллионного ущерба государству. Бытность его работы главой ОАО «Международный аэропорт Манас». Органами Госкомитета национальной безопасности в рамках проводимых контртеррористических мероприятий задержан иностранный гражданин. Он, по данным ГКНБ, пытался вылететь через аэропорт города Бишкек путем использования поддельных документов. Началась реализация проекта финансирования сельского хозяйства «Девять». В рамках проекта предусмотрены выгодные процентные ставки в размере 6, 8 и 10 процентов годовых. Период кредитования составит до 60 месяцев, исходя из целевой отрасли. В начале недели коалиция парламентского большинства одобрила кандидатуру Улухбека Марипова на пост премьер-министра Кыргызстана. На эту должность его выдвинула фракция Республика Таджурт. Родился он 30 августа 1979 года в селе Кыргызата на Укадского района Ожской области. Улухбек Марипов женат, отец четырех детей. Свой трудовой путь он начал председателем крестьянского хозяйства Хазыл Гетмен. Последние четыре года и по сей день возглавлял счетную палату. В среду же парламент почти единогласно одобрил кандидатуру нового премьер-министра и предложенный им новый состав правительства. Туда не попали Эльвира Сурабалдиева, Равшан Сабиров и Максат Мамыдканов. Не вошли в состав кабина и бывшие министры. Телек Токтогазиев, Нурджигит Хадербеков, Марат Джаманколов, Санжар Мукамбетов и Кайалбек Мукашев. По мнению депутата Натальи Никитенко, не включены в состав правительства молодые энергичные политики. Незаслуженно обойденное внимание. С подробностями корреспондент Андрей Токомбаев. Качественно новую структуру правительства парламент утвердил на пленарном заседании в среду. Днем ранее у Лукбек Марипов, выдвинутый на пост премьера депутатской фракции Республика Атаджурд, представил свою кандидатуру и предложенный им новый состав кабинета министров на заседании профильного комитета Джугур-Кукиниша. Из 22 членов Кабмина докладчик предложил оставить 16. Первый вице-премьер-министр Артем Новиков, руководитель аппарата правительства в ранге министра Дженгиша Санкулов. Министр обороны Талабек Умуралиев, министр сельского хозяйства Аскар Джанабеков, министр энергетики Кубанышбек Турдубаев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, министр чрезвычайных ситуаций Бобек Ажикеев, министр юстиции Асель Ченбаева, министр культуры, информации и туризма Кайрат Иманалиев, министр образования и науки Алмазбек Бешаналиев, министр экономики и финансов Улукбек Кармшаков, министр здравоохранения Алмхадыр Бешаналиев, министр иностранных дел Руслан Казакбаев, министр транспорта, архитектуры и коммуникации Кульмира Абдралиева, председатель ГКНБ Хамчебек Ташиев. Как пояснил Марипов в своем докладе, речь идет об упразднении ряда госслужб и агентств объединений налоговой и таможенной служб с Министерством экономики и финансов. При этом отвечать за доходную часть бюджета поручена вице-премьер-министру, в частности Улукбеку Карымшакову. А судебная экспертная служба передана в состав Минюста, но остается фонд госимущества Госрегистр УНАА КСИН. Должность руководителя аппарата правительства и Госкомитет национальной безопасности остаются без изменений, но государственная пограничная служба включена в структуру ГКНБ. Объединяются министерства экономики и финансов, создается министерство обороны. Министерство здравоохранения объединяется с министерством социального развития. Также в министерство культуры и информации добавляются спорт и молодежная политика. Министерство транспорта, архитектуры и коммуникации создается министерство энергетики и промышленности. Министерство сельского хозяйства будет также заниматься развитием регионов. Рассказывая о предложенной им новой структуре правительства, Марипов выразил надежду, что намного больше теперь будет уделено внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса, энергетики и здравоохранения, развитию регионов и улучшению инфраструктуры. В рамках этого мы в первую очередь должны значительно увеличить объем ВВП. Также будем стараться сокращать бедность и делать так, чтобы увеличились доходы каждой семьи и каждого гражданина. Повышение средней зарплаты и пенсии станет нашим главным приоритетом. В нашей программе также будет уделено внимание тому, чтобы каждый кыргызстанец имел доступ к качественному образованию и медицинскому обеспечению. Есть только одна причина. Это требования сегодняшнего дня. Сейчас очень много руководителей, но какая у них ответственность, подчеркнул докладчик. И добавил, такая структура правительства согласована с Садыром Джапаровым. Новый премьер надеется, что в итоге предстоящего референдума исполнительную власть возглавит уже президент. И тогда будет дополнена и принята пятилетняя стратегия развития. У нового варианта структуры Кабмина нашлись и противники. Например, депутат Коджобек Рыспаев выразил беспокойство по поводу того, что сокращение структур приведет к безработице. А его коллега Канадбек Исаев заметил, что необходимо было сразу решить то, какой орган будет объединяться с тем или иным учреждением. Евгения Строкова выразила недовольство по поводу присоединения госмиграционной службы к МИДу и объединения Минздрава и Минсоцразвития. Слияние двух последних ведомств не понравилось также Айнуре Аскаровой, Радиту Минбаевой и Айнуру Алтынбаевой. А Кадырбай Баймуратов сказал, что нельзя было передавать вопросы по обеспечению чистой питьевой водой Минсельхозу. Асмон Турдумамбетов резюмировал. Структура нового Кабмина сформирована наспех. А депутат Джанар Акаев отметил, что общественность неоднозначно восприняла новую структуру правительства. Надо честно признать, что общественность неоднозначно восприняла структуру нового правительства. Народ недоволен также составом. Сокращение количества министерств – это не реформа. Реформы будут тогда, когда вы сократите число проверяющих, виды налогов и бюрократию. Особенно после президентских выборов жители регионов ждут чуда. По сравнению с предыдущими Кабминами на вас возлагается много надежд и у вас выше кредит доверия. Наиболее резко высказалась депутат Наталья Никитенко. Прежде всего структура, программа, состав правительства по Конституции утверждается Чегор Кукинешем. Из тех документов, которые у нас есть, программы точно нет. То, что предоставлено на 10 листах – это размышления на тему. Без времени, без цифр, без сроков. В таком случае, под что сформирована структура? Или точнее, кем сформирована? Под какие цели? В новом правительстве не нашлось квот некоторых вице-премьеров, обязанность которых сейчас исполняют Эльвира Суробалдеева, Равшан Сабиров и Максат Маметканов. Не вошли в состав Кабмина и исполняющие обязанности министра сельского хозяйства Телег Токтагазиев и министра культуры Нурджигит Кадырбеков. Глава Минюста Марат Джаманкулов, министр экономики и финансов Санджар Мукамбетов и Кейалбек Мукашев. По мнению Натальи Никитенко, не включенные в состав правительства молодые энергичные политики, не заслуженно обойдены вниманием. 5 октября общество заявляло определенные критерии при назначении людей на должности. Это прежде всего незапятнанная репутация, молодость, желание служить родине и так далее. Мне кажется, кадры вице-премьер-министра Суробалдеева, Токтагазиев, Султанбекова, другие, они себя как раз неплохо проявили, но в новом составе мы их не видим. По какой причине? Есть какие-то вопросы? Или они просто оказались неудобными, потому что нашли определенные схемы или систему интересов? Ответ на этот вопрос дал президент несколькими днями раньше высказанной претензии. Комментируя предложенный состав Кабмина на своей странице в Твиттере, Садыр Джапаров отметил, что при назначении главное внимание уделяется профессиональным качествам, а не политической конъюнктуре. Иначе профессионалов придется искать на другой планете. Во-вторых, давайте откажемся от старых представлений, мол, это был Акаевский, Бакиевский, Атамбаевский или Джейенбековский кадр. Если так продолжим, то не сможем найти в нашей стране грамотных специалистов. Придется искать кадров с другой планеты. А вот представители экспертного сообщества отнеслись к новой структуре и составу Кабмина в целом положительно. Например, с точки зрения эксперта Игоря Шестакова, прежнее правительство не справилось с поставленной задачей. И предложенная оптимизация поможет власти снизить расходы. Мне кажется, сливание миграции с тем же Министерством здравоохранения, то, что я читал, я еще не уверен, что это будет итоговое, но это все-таки недопустимо. А что касается того же Минсельхоза, то вместе с Телеком Токтагазиевым, с его уходом, это ведомство вообще можно легко ликвидировать. И фермеры, они никаким образом не ощущали поддержки этого ведомства при разных министрах. В том, что Минсельхоз труда нельзя объединять с Минздравом, согласен с экспертом и дипломат, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, Кубан Маммиталиев. Ну, у нас такое уже было. У нас такое было. Сначала создавали, потом объединяли, потом разъединяли, укрепняли, уменьшали, но все равно потом все возвращалось на круги своя. Ну, было у нас в одно время Министерство финансов и экономики. Сейчас это хотят возродить. Было у нас раньше, значит, Министерство труда отдельное, Министерство здравоохранения. Теперь хотят это объединить. Вот в данном пункте, в данном, это объединяется, это получается необъединяемые вещи. Но дипломат подчеркивает, что, возможно, предложенный вариант со временем будет меняться. Новому составу правительства, возможно, придется поработать до смены Конституции. Референдум намечено провести уже в апреле. Согласно предложенному варианту основного закона, кабинет министров будет возглавлять руководитель аппарата президента, но управлять исполнительной властью будет президент. Но во вторник на заседании Джагурку Кенеша были высказаны планы на будущее. Вы правы, что нам нельзя расслабляться. Впереди очень тяжелый период, к которому нам необходимо быть готовым. И вот на сегодняшний день, если вы поддержите, будут готовиться соответствующие планы и корректироваться, в том числе и по дефициту бюджета, по доп. доходам. На 2021 год дефицит у нас составляет порядка 8-8,5 миллиардов. Главную причину, по которой осуществлена реорганизация структуры правительства, озвучил на своей странице в Твиттере глава государства. Острая необходимость срочных мер по оптимизации расходов из бюджета, опустевшего в итоге экономических последствий пандемии, заставили руководство страны прислушаться ко мнению народа, которое давно звучит в соцсетях, например, в форме такой загадки. В каких органах больше всего паразитов? Конечно же, в государственных. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги. После назначения парламентом на должность премьер-министра одним из первых поздравительную телеграмму отправил председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, там говорится, Россию и Кыргызстан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Рассчитывая, что наша деятельность во главе правительства будет способствовать укреплению двухстороннего торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества, дальнейшему укреплению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. В пятницу Улукбек Марипов принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось в Алматы. Прибывать в южную столицу Казахстана гости начали еще накануне. Это первая очная встреча глав правительства Евразийского экономического союза после начала пандемии. С глазу на глаз премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана не встречались почти год. Первым делом по традиции церемония совместного фотографирования. Заседание состоялось в узком и расширенном составах. Один из актуальных вопросов – борьба с пандемией. Участники обсудили меры по ее предотвращению. Всего на повестке встречи 11 вопросов. Это и расширение торгово-экономического сотрудничества, и развитие инвестиционного климата, а также интеграционного потенциала. Стоит отметить, что премьеры Узбекистана и Кыргызстана принимают участие в заседании экономического союза впервые. Стороны выразили готовность реализовать совместные проекты, а также обсудили вопросы кыргызско-узбекской границы. Мы сотрудничаем во всех сферах. Кыргызская республика дорожит сложившимися поистине братскими отношениями, основанными на взаимном доверии. Мы готовы и далее активно развивать стратегическое партнерство с республикой Узбекистан. Уважаемый Владимир Асангельевич, за последние годы Центральная Азия создана совершенно новый климат, сложилась дружественная атмосфера и благоприятные условия для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и регионом. За последние годы сотрудничество между нашими странами вышло на качественно новый уровень. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать успехов новому составу правительства, дружественному нам к республике Кыргызстан. Удачи и просветания. В этот же день состоялась и пленарная сессия цифрового форума. Лукбек Марипов в своем выступлении предложил создать постоянную площадку для цифровых индустрий ЕС. По его словам, каждая из стран уже достигла определенных результатов. Однако для свободного передвижения товаров, развития транзитного потенциала, экспорта и свободного перемещения граждан необходимо поддерживать цифровые технологии, направленные на развитие интеграции. Рациональное сотрудничество и совместное преодоление существующих барьеров внесет значительный вклад в экономику каждого государства и расширит масштаб экономического взаимодействия. Преобразование Министерства обороны позволит эффективно отвечать новым вызовам и рискам. Об этом сказал первый заместитель секретаря Совета безопасности Джанабек Хапаров, комментируя указ президента о дальнейших мерах по развитию системы управления вооруженными силами, согласно которому на базе Госкомитета по делам обороны и Генерального штаба вооруженных сил образовывается Министерство обороны. Ведомство существовало в период с 1993 по 2015 годы. Однако после военной реформы функции Министерства разделили между собой Генштаб и Госкомитет по делам обороны. В начале недели президент Сандар Джапаров подписал указ о воссоздании Министерства обороны, о том, как функционировало военное ведомство в течение почти шести лет в материале Андрея Токумбаева. Ведомство, которого не было в Кыргызстане уже почти шесть лет, появилось в начале уходящей недели на волне инициированных президентом кардинальных преобразований в системе госуправления. Возродилось Министерство обороны, упраздненное в 2015 году тогдашним главой государства Алмазбеком Атамбаевым. По его инициативе функции Минобороны по делению между Генштабом и Госкомитетом по делам обороны. Разделение не способствовало укреплению обороноспособности страны, сообщили корреспонденту Пятого в секретариате Совбеза. Приходом президента нам было дано указание проработать в этом направлении. Мы проработали с опытными людьми, с экспертами в этом направлении и пришли к мнению, что будет очень правильным и своевременным перейти на систему Министерства обороны, когда в Министерство обороны будет входить исполнительную власть. Воссоздание Министерства обороны позволит Кыргызстану эффективнее отвечать новым вызовам и рискам. Необходимости в разделении полномочий двух силовых госструктур больше нет, отметил Копаров. Мы пришли к такому заключению, что данная система выполнила свои задачи и необходимо дальнейшее развитие вооруженных сил. Но тут еще есть и другие причины. Это соответствие международным стандартам. Генеральный штаб будет являться подструктурным подразделением как рабочий орган Министра обороны. Когда было расформировано Министерство обороны, превратились в проблему некоторые до того момента формальные процедуры, что значительно осложняло работу оборонного ведомства, вспоминает экс-главнокомандующий Нацгвардией генерал-полковник запаса Абдегул Чадбаев. Когда нужно было подписывать какое-то соглашение или договор, наш начальник НГШ должен был наверное брать доверенность у председателя госкомитета по делам обороны, чтобы поставить свою подпись. Помимо усложняющей управления вооруженными силами бюрократической волокиты, это создавало еще не разбериху командования, сетует генерал-полковник запаса. И второй момент тоже непонятный был, госкомитет как бы подчиняется начальнику генштаба, но при этом финансами распоряжается председатель госкомитета по делам обороны. Председатель госкомитета по делам обороны является членом правительства, а начальник генштаба он таковым не является. Возвращение Минобороны крайне необходимо для укрепления обороноспособности страны, считает омбудсмен. Бывший глава государственной погранслужбы Такон Мамытов. Я считаю это правильно. Почему? Потому что изначало ведь планировалось, что ключевая фигура это министр обороны. Но в то же время мы должны помнить, что все-таки верховным главнокомандующим вооруженными силами является президент. А в случае осложнения ситуации, возникновения какое-то неопределенность, конечно, роль начальника генерального штаба она возрастает. Однако и при возобновлении работы Минобороны роль генерального штаба остается по-прежнему высокой, подчеркивает Мамытов. И он все равно автоматически у главкома должен быть штаб. Минобороны Кыргызстана была создана в 1992 году и просуществовала 23 года. Некомпетентность Атамбаева его привычка ставить свои амбиции выше здравого смысла привели к созданию ситуации, которой нет в госструктурах обеспечения безопасности ни одной из стран СНГ, считает советник регионального института Центральной Азии дипломат Куван Мамбиталиев. Это было сделано Атамбаеву. Это было, ему недостаточно было министра обороны, нужно было еще какую-то структуру над ним, чтобы над ним кто-то еще стоял посредник. Вот и создали, значит, генеральный штаб. Абсолютно вредный для государства это было создание. Ни в одной стране этого нет. Ни в России, ни в Казахстане, нигде. Везде министерство обороны отдельно, отдельно и очень успешно работает. Ну, посмотрите, как это работает в России под руководством Шойгу. Дипломат поддерживает решение президента Садыра Джапарова. Правильно делает нынешний президент не нужно это. Надо возвращаться к старой, доброй системе министерства обороны. А штаб это будет при министерстве обороны? Везде, везде в России. Генеральный штаб при министерстве, внутри министерства. Как может быть министерство обороны без штаба, без генштаба? Так что все нормально. Военный эксперт, полковник в отставке Токтагул Кокчикеев в разговоре с корреспондентом Пятого канала пояснил истинную причину произошедшего в 2015 разделения военного ведомства. Его мотивировка в том, что у нас в Кыргызстане складывалось управление, законодательное управление, принадлежало парламенту. Но силовики находились в составе правительства. По словам Кокчикеева, Атамбаев намеренно разделил военное ведомство на две структуры. И вот Атамбаев как-то в шутку сказал, если, говорит, упертый такой хошкор будет председательствовать в парламенте, и такой же будет сидеть в правительстве, по напряжению наших деятелей, по их решаемых, таких резких решаемых вопросах, они могли бы, говорит, использовать армию и силовой блок. Собеседник Пятого также поясняет, что разделение функции оборонного ведомства между Генеральным штабом и Государственным комитетом обороны давно существует в англосаксонских странах. По словам военного эксперта, с 1992 года Кыргызстан унаследовал советскую модель Министерства обороны. Она же, в свою очередь, была скопирована с Минобороны Российской империи, сформированного в годы Петровских реформ по прусско-германским образцам. Как показал опыт постсоветских республик, такой способ управления делами армии наиболее же неспособен в условиях СНГ. У президента Атамбаева было две причины, чтобы создать Генеральный штаб и, соответственно, дать новую форму управления. Хотя эти управления в лице Министерства обороны в составе правительства можно сказать русско-немецкой формой системы управления армией. А Генеральный штаб это англосаксонская форма управления. Но это в Соединенных Штатах мы видим. Для такой небольшой страны, как Кыргызстан, совершенно достаточно одного оборонного ведомства, а не двух. Как было с 2015 года, считает военный эксперт. Построение Министерства обороны первый заместитель его начальник главного штаба она вписывается в привычный режим управления. Тем более сказать о том, что у нас вооруженных сил ну скажем свыше требуемого или очень большая численность это сказать трудно, потому что у нас наверное нет еще на уровне одного соединения. В минувший понедельник также другая силовая структура государственная пограничная служба вернулась в ведение Госкомитета национальной безопасности, от которого была отделена в 2012 году самостоятельное ведомство. Это решение Джогур Кукинеш одобрил еще в ноябре прошлого года в целях более эффективной борьбы с контрабандой, угрозой проникновения на территорию страны бандформирований незаконным ввозом наркотиков и оружия. Правительство приступило к утверждению подзаконных актов, но ГПС пока полностью не передано в ведение спецслужбы. В частности, утверждены полномочия директора. Директор погранслужбы ГКНБ одновременно будет первым заместителем председателя Госкомитета. Назначать или увольнять его должен президент по представлению главы ведомства. У директора будут три заместителя, в том числе один первый зам, который возглавит главный штаб пограничников. Оба нововведения представляют собой часть работы по оптимизации госструктур. В условиях экономического кризиса, который сейчас переживает страна, ни в коем случае нельзя забывать об эффективности деятельности силовых ведомств, считают эксперты. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги. Стабилизировать экономику и ликвидировать последствия пандемии это основные и приоритетные направления президента на ближайшие годы. Именно на них будет ориентироваться новый кабинет министров. Глава государства подчеркнул необходимость проработки в кратчайшие сроки антикризисные программы правительства для поддержки и дальнейшего развития экономики. Пообещал президент и усилить меры по борьбе с взяточниками и обеспечить полную поддержку предпринимателям. При этом Садыр Джапаров особо подчеркнул, что ключевой фактор благополучия людей и достаток в семьях. Эксперты считают, что достижение всех целей в первую очередь необходимо вернуть доверие народа. Андрей Токамбаев об одном из первых указов президента на его посту главой государства. Одной из первоочередных мер борьбы с экономическим кризисом стала реализация вступившего на этой неделе в силу указа Садыра Джапарова о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов. Президент подписал его еще 29 января. А вот что сказал он о необходимости этого документа на первом заседании нового состава правительства. Прошлый год был сложным для нас. Перед нами стоит неотложная задача стабилизировать экономику, ликвидировать последствия пандемии коронавируса. Иначе говоря, необходимо принять срочные антикризисные меры. В то же время нам необходимо срочно разработать программу устойчивого экономического роста, уже сейчас заложив основу для обеспечения положительного развития. Как пояснил глава государства, такую основу он видит прежде всего в свободном развитии бизнеса, не обремененном диктатом государства и предвзятыми нападками проверяющих органов. Комментируя этот указ, руководитель отдела политики стратегического развития экономики подчеркнул в интервью пятому каналу следующее. На сегодняшний день необходимо отметить, что основные ключевые направления в политике реформ должно быть обеспечение верховенства закона. Это очень важно для наших бизнесменов и предпринимателей, поскольку адекватная и справедливая судебная система будет гарантом или же арбитром между хозяйственными субъектами в разных случаях, где возникают споры или же недопонимания между экономическими участниками в экономике. Бизнес может полноценно развиваться и не уходить в тень лишь в том случае, если среда его развития предсказуема. Это может обеспечить только верховенство закона. Новый закон должен обеспечить беспощадную борьбу со взятками и коррупцией в проверяющих органах, пояснил представитель главы государства. С ним согласны многие представители экспертного сообщества. Например, экономист Ахунбай Кашоев считает, что только так власть имеет шанс вернуть доверие народа. Как вернуть? Надо вернуть доверие. Доверие, что это нынешнее правительство, нынешний президент дает шанс и открывает возможности всем иностранным инвесторам, местным предпринимателям открыть дорогу и создать условия. Вот тогда дело пойдет, развитие начнется. А если они по-старому будут поступать, мы же уже знаем, как они бывают, тогда у них ничего не получится. Основная причина проблем с экономикой в Кыргызстане состоит в том, что до настоящего момента в борьбе со злоупотреблениями чиновников в экономической сфере власть прибегала к полумерам. Она и не могла иначе, поскольку зависела от коррупционных схем, уверен проректор по международному сотрудничеству и инновациям Кыргызского экономического университета. Исходя из опыта, можем сказать, что, конечно, частично работа шла, но полностью чтобы искоренить коррупцию было очень сложно для них, наверное. Самое главное, что не хватило, не хватило политической воли, наверное. И нынешнего президента и главы правительства, наверное, есть воля, мы уже видим, политическая воля, которая непосредственно работает в этом плане. Как подчеркивает профессор, за два минувших месяца в ходе борьбы с коррупцией возвращено в доходную часть бюджета около трех миллиардов сомов. Между тем, степень давления ряда госчиновников на предпринимателей и сейчас остается высокой, поделился с журналистами накануне вступления указа в силу руководитель Международного делового совета. Много обращений, жалоб от бизнеса, от субъектов предпринимательства по необоснованному вмешательству в их деятельность. Вот вы видите, много резонансных дел, даже недавних, по и малому, среднему бизнесу, и по крупному бизнесу. Есть необоснованные по мнению предпринимателей до начисления налогов, выемка документов, следственные действия и другие меры. Сейчас мы видим, что Кыргызстан вышел на первое место по притоку новых компаний в Казахстан. Иными словами, многие предприниматели просто бегут из страны, стараясь вывести свои капиталы и бизнес туда, где политическая и экономическая ситуация лучше и проблем с властью меньше, пояснил Садыков. То есть наши отечественные инвесторы во многом переводят свой капитал в другие страны. В Казахстан, в Россию, в Турцию, во Вьетнам, в другие страны. И здесь уже речь идет не о привлечении иностранных инвесторов, а об удержании хотя бы отечественных инвесторов на нашем рынке. Мы видим, что за прошлый год был рекордный отток капитала, рекордное снижение прямых иностранных инвестиций. И не способствует удержанию средств инвесторов в стране очередной коррупционный скандал, который произошел на уходящей неделе. Ряд отечественных производителей антисептиков устали от произвола некоторых чиновников налоговой службы. По их вине, фискальные органы начисляют налоги задним числом на производство продукции, не подлежащие обложению акцизами. В такие товары входят антисептические препараты отечественного производства. В разгаре пандемии производители этих средств столкнулись с претензиями со стороны представителей проверяющих органов, сказал корреспондент Упятого, представитель Ассоциации производителей экспортеров и импортеров алкогольной продукции. В частности, Управление Государственной налоговой службы по Соколудскому району и городу Токмок предъявили производителям антисептиков необоснованную претензию о том, что те якобы задолжали налоговикам в виде неуплаты акцизов в общей сложности 22 миллиона сомов. В марте начали производить антисептики согласно распоряжению правительства. В распоряжении правительства включило распоряжение правительства фармкомпании были включены в список спецпотребителей, которые освобождены от уплаты акцизного налога. Но, к сожалению, в мае, в июне почему-то налоговая служба посчитала, что антисептики должны облагаться акцизным налогом и выставили счета фармкомпаниям и обязали нас платить акцизный налог. Препараты, которые многих предохранили от смерти, некоторые проверяющие решили превратить в очередной повод для незаконного взимания мзды. Возмущенные предприниматели обратились в прокуратуру. Прокурорская проверка признала претензию налоговиков незаконной. И этот случай далеко не единственный, подчеркнул Оскар Сыдыков в разговоре с журналистами Пятого канала. Глава Международного делового совета имеет в виду постоянство и непредсказуемость, в том числе и разрешительных мер со стороны государства. Именно этот принцип является определяющим в президентском указе о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов. Теперь прокуратура должна привлекать к ответственности госслужащих, уличенных в нарушениях прав и законных интересов бизнеса. Это позитивно отразится на развитии бизнеса, считают в Международном деловом совете. Это отразится в практической плоскости. Людям станет легче вести бизнес, заниматься своим делом и быть ответственным гражданином. Но в то же время нужно подчеркнуть, что многие меры в последние годы оказывались на бумаге. И здесь нам нужно проследить как бизнес-сообщество, как общественности, чтобы меры, изложенные в указе, действительно на практике исполнялись. А в Министерстве экономики также информировали журналистов о том, что одним из способов предотвращения коррупции в проверяющих органах в указе предусмотрены меры, обеспечивающие упрощение процедур проверки документов. Очень много направлений, касающихся упрощения процедур. Вы знаете, что бизнес и сегодняшняя мировая экономика одним из основных факторов успешности бизнеса, его развитие является время. Насколько быстро будут качественные товары и услуги, насколько быстро могут быть доставлены клиенты, это первые показатели бизнеса, поэтому в указе заложены такие направления, как автоматическая, очень быстрая таможенная очистка, упрощенные и автоматизированные получения государственных услуг. В указе содержится комплекс поручений ряду госучреждений, а правительство в соответствии с этим документом должно создать условия для ведения бизнеса на отдельных и приграничных территориях. В таковые входят меры государственной поддержки и льготного налогообложения. Помимо того, до сентября нынешнего года значительная часть государственных услуг предпринимателям должна быть переведена в цифровой формат. Полная же цифровизация процедуры оформления разрешительных документов должна завершиться в конце 2001 года. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги. В Министерстве здравоохранения разработан национальный план по развертыванию вакцинации против COVID-19. Иммунизацию планируется провести в три этапа. Согласно рекомендациям научно-технической группы экспертов определены приоритетные группы населения для профилактики. И таким образом на первом этапе планируется вакцинировать медицинских работников с высоким и очень высоким риском заражения инфекцией, работающих в красной зоне, в группах семейных врачей, в центрах семейной медицины. Медицинских работников неотложной скорой помощи, отделений интенсивной терапии с высоким риском развития тяжелых форм заболевания или же смерти. Медицинских работников и персонал в учреждениях долговременного ухода, а также социально-демографические группы со значительно более высоким риском развития тяжелых форм заболевания, вакцинаторов, преподавателей учебных заведений, школ и работников правоохранительных и силовых структур, работников сферы услуг, торговли и общепита. На втором этапе планируется проведение вакцинации от COVID-19 для лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц моложе 60 лет с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями и социально уязвимые слои населения. На третьем этапе будут продолжены прививки за счет государства и донорских организаций среди населения. В мире все больше распространяется так называемый британский штамм коронавируса. Недавно ученые заметили, что вирус мутируется. На этой неделе первые признаки нового штамма обнаружили в Узбекистане у юношей, который прибыл из Европы. В Кыргызстане за последние дни по официальным данным наблюдается снижение зараженных и летальных исходов. Кроме этого, в ходе проверки генпрокуратуры выяснилось, что Министерство здравоохранения в период пандемии закупал бахилы по цене 150 сомов за пару вместо полторы сома. Таким образом, в результате неправомерных действий руководства и должностных лиц государству причинен ущерб на сумму более 5 миллионов сомов. Одним из актуальных тем также являются денежные выплаты медикам. Врачи и медработники до сих пор не могут получить обещанные компенсации. О причинах такого нарушения прав медицинских работников и решения этой проблемы наш корреспондент Андрей Токумбаев побеседовал с лидером Коалиции за демократию и гражданское общество Эриком Ирскубековым. Эрик Беликович, вы как правозащитник и адвокат сейчас занимаетесь одним из итогов той ситуации, когда правительство и страна оказались не готовы фактически к пандемии. Многим медикам, врачам, которые рисковали своей жизнью, спасая жизнь других, сейчас не выплачены компенсации. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела именно в этом вопросе. Да, медицинские работники оказались на переднем барьере, самый основной удар они приняли на себя. На сегодняшний день, если по статистике говорить, 4176 медицинских работников были инфицированы коронавирусом. около 90 медработников, к сожалению, умерли. Что касается компенсации, изначально было обещано, что медицинский работник, который инфицировался, получит компенсацию 200 тысяч, а семьи погибших медработников получит по 1 миллиону. На сегодняшний день по информации, которую распространил юрис Минздрава, компенсацию получили 1137 медицинских работников. Это по 200 тысяч. Только четверти, да, получается? Только четверть, получаем. Более трех тысяч медицинских работников до сих пор не получили обещанной компенсации. Среди умерших получили компенсацию по 1 миллиону только 30. То есть остальные около 60 семей умерших медработников до сих пор не получили компенсацию. Здесь очень много проблем связано с установленными бюрократическими барьерами. Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в комиссию, которая была сформирована в Миндраме. Она находится здесь, в городе Бишки. А медработники заболевали где? В наших регионах очень большая проблема с логистикой этих документов. И на юге в основном эти проблемы. Баткен, Ож, Джалабад, Нарын, Талас, Иссык-Куль. Сложно было представить суда централизованно эти документы. Помимо данной проблемы есть еще другие. Сбор документов. Медработник должен был представить эпидемиологическое расследование. Акты об обстоятельствах заболевания. Должно было быть проведено служебное расследование. Если комиссия выявляла в этих документах какие-то грехи или недочеты, документы возвращались. То есть, медицинский работник фактически нес ответственность за документы, которые составляли другие специалисты или другие органы. То есть, абсурдная ситуация. Он же заболел и он же несет ответственность за то, что его либо неправильно лечат, либо составляют не те документы. Да. Вот даже были еще такие проблемы связаны, ну, например, если ты инфицировался, то проводили ПЦР-анализ. Были ложно-отрицательные ПЦР-анализы, это было связано с качеством этих тест-систем. Если ты инфицировался, переболел коронавирусом, а у тебя ПЦР-анализ отрицательный, тебе возвращали документы. Насколько я помню, эта закупка, она произошла неправильных тестов, как раз по причине недостатков правительства. Была поставка тест-систем, и по официальным данным, говорили, до 70% эти системы могут давать неправильные результаты. И наши, опять-таки, медики стали жертвами этой ситуации. Или другой пример по умершему медработнику человек переболел двухсторонней пневмонией, но у него ПЦР-анализ отрицательный, он умер. Подали документы в комиссию, и выясняется, что ПЦР-анализ отрицательный, и такие документы вернули. И таких фактов-то достаточно много. Так до сих пор не защитили права их родственников на компенсацию. По данным Министерства здравоохранения, 1200, по 1200 обращениям документы были возвращены. Это очень большая статистика. На сегодняшний день медработники стали заложниками вот этих бюрокритических механизмов и бюрокритических барьеров. На сегодняшний день изменилась процедура и изменились ставки, по которым они будут получать компенсацию. С января этого года правительство утвердило новое положение и определило, что компенсацию будут получать уже не 200 тысяч, а 75 тысяч сумм. То есть, почти вдвое уменьшилось. Вместе с тем, надо отметить, что компенсация умершим медработникам родным будет 2 миллиона 800. Сейчас очень много возникает вопросов и, к сожалению, уполномоченный орган, Минздрав все эти вопросы не снимает. Те семьи погибших, которые получили по миллиону, имеют ли они права подать новые документы, чтобы получить дополнительную компенсацию, которая сейчас обещана, 2 миллиона 800. Эти вопросы до сих пор остаются открытыми. Минздрав молчит, правительство не отвечает. А вот скажите мне, вы общаетесь с медиками сейчас часто. Какое настроение в связи с тем, что вот как в общем-то относятся к их проблемам правительство сейчас у них в общем-то царит? Медицинские работники очень сильно подавлены. Во-первых, подавлены условиями труда, в которых они сейчас работают. До сих пор довольно-таки очень большие сложности с обеспечением безопасности условий труда, с надлежащими условиями работы. Когда в таких условиях медработники работают и еще и не получают компенсации, дело в том, что это же компенсация в связи с инфицированием, а есть еще и компенсация в связи с работой в красных зонах в период нахождения их в обсервации. И там тоже очень много проблем связанных с введением табеля учета, с надлежащим поступлением и своевременным поступлением этих денежных средств, своевременным получением. И учитывая, что мы уже переживаем вторую волну коронавируса и эта пандемия до сих пор держит наше население в довольно напряженном положении, медицинские работники должны получить все условия надлежащего работы. правительство обязано своевременно выплачивать эти компенсации. Но когда даже обещанных они не получают, конечно, это очень сильно отражается на них. Но, несмотря на это, я должен сказать, что медицинские работники отважно продолжают работать. Даже сейчас, после того, как начали выяснять, кто же виноват, и комиссия правительства, которая была создана, начала уже представлять определенные результаты. И когда уже начали говорить, что оказывается виноваты те или виноваты это, и когда сталкивают медработников между собой, это тоже очень сильно отражается на процессе работы. И надо отметить, что медработники, несмотря на то, что они работают на голом энтузиазме, и когда они сталкиваются с такого рода обращением, конечно, очень сложно говорить, как они могут в таких условиях работать. А вот вы знаете, сейчас принято сваливать всю вину на прежнее правительство в случившемся. Делает сейчас новое руководство страны для того, чтобы ситуация выправилась? Ну, сваливать нельзя. Почему? Потому что, конечно, в условиях тогда, когда ничего другого лучшего не могут сделать, конечно, пытаются найти виновников в предыдущем процессе. Конечно, установить, если в действиях определенных лиц была халатность или были преступные действия, конечно, виновных надо установить. Но вместе с тем, нельзя, чтобы этот процесс пошел по снежному кому и начали безосновательно обвинять всех и подряд. это ничего хорошего не приведет. У нас система держится практически на волоске. И мы бы не хотели, чтобы ситуация вышла из-под контроля, когда мы останемся сами перед этой общей проблемой. вы как юрист, правозащитник и ваши сотрудники единомышленники, что сейчас делаете для защиты прав медиков, пострадавших и их родственников? Мы с начала пандемии открыли бесплатную горячую линию по консультированию. Мы до сих пор оказываем бесплатную юридическую консультацию. Мы готовы принимать материалы и документы и сопровождать медицинских работников по административным процедурам по получению компенсации. Мы обращаемся в компетентные государственные органы по обеспечению соблюдения прав трудовых и социальных прав медицинских работников. Мы обращаемся в правоохранительные и судебные органы за защиту их прав. Мы обращались с рядом рекомендаций в правительство, в Министерство здравоохранения. Ведем такого рода работу. Огромное вам спасибо за беседу и успехов вам в этом благородном труде. Большое спасибо. В ближайшее время в Кыргызстан доставят пять мобильных клиник, предоставляемых республике в рамках соглашения между правительством Кыргызской Республики и Исламским Банком развития, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития. На базе мобильных клиник имеется диагностическое отделение с современным медицинским оборудованием, таким как компьютерный томограф, УЗИ-аппараты, маммограф, рентген-аппарат, гастроскоп, колоноскоп, офтальмоскоп, реноскоп, эхокардиограф, лабораторное оборудование для проведения биохимических и других анализов, а также операционное отделение для проведения офтальмологических операций. На этом наша программа подходит к концу. Спасибо за внимание. До встречи.